Вы знаете, вся эта история, которая связана с паралимпийцами, вызывает у меня чисто эмоционально чувство такое, что хочется все это обозначить одним словом – свинство. Вот все это какое-то колоссальное свинство по отношению к людям, которым и так очень не сладко живется. Но это эмоции. А вся эта история имеет очень серьезное, как мне кажется, еще и некое продолжение, некие подробности, о котором я не могу сказать. Сначала маленькая историческая справка. Много-много лет назад в Петербурге я пригласил очень крупного чиновника питерского и смольного в квартиру очень знаменитого инвалида. У инвалида была коляска, я был с камерой, и я предложил, значит, чиновнику сесть в коляску и попробовать выехать из квартиры, например, на лестничную площадку. Он очень был здоровый, молодой, он сел, я привязал ему ноги к коляске, включил камеру, и на первое же, на что он наткнулся – это порог. Мы его не замечаем, а, оказывается, на коляске это было очень сложно. Он преодолел порог, хотя уже, так сказать, улыбка сползла с его лица. А дальше он подъехал к лифту, а в лифт коляска не входила. Я не буду рассказывать, что было дальше, но когда мы выехали на улицу, мы попытались проехать, я предложил ему проехать в магазин напротив, через улицу. Он не смог этого сделать, потому что по дороге шли трамвайные пути. И вот тут он уже, так сказать, был красный как рак и очень пожалел, что вот он пошел, так сказать, на мою такую вот журналистскую идею. О чем я? Так вот, что здесь во всей этой истории важно? Мы живем в стране, где об инвалидах вспоминают только в связи с какими-нибудь скандалами. А все остальное время их как бы не существует. К сожалению, их не существует и для нашей власти. Я имею в виду инфраструктуру, я имею в виду доступ ко всему тому, к чему имеют доступ люди с полноценными возможностями. Это очень важно, потому что если, условно говоря, в цивилизованных странах я построил инфраструктуру, где инвалид не чувствует себя изгоем, где ему доступно абсолютно все то, что доступно и всем остальным, тогда у инвалида появляются не только права, но и обязанности. И вот об этом абсолютно никто не говорит из наших так называемых средств массовой информации. Что то, что произошло с лишением наших паралимпийцев возможности участвовать в Олимпиаде, это не что иное, как правовое решение той инстанции, судебной инстанции, для которой инвалиды по всему миру, в том числе и в нашей стране, они равны. Они имеют не только права, но и обязанности. А раз ты эти обязанности, соблюдение, например, Олимпийской конвенции и всего остального, ты нарушил, не ты в данном случае, а наше государство, то ты получаешь наказание. У нас же это воспринимается, ай, Россию обижают, а уж кого-кого наших бедных инвалидов, ребята. Прекратите их обижать тем, что вы суете им таблеточек, что даете им есть, что даете им пить и так далее, и так далее, и так далее. Вы еще больше их ставите в чудовищное, унизительное положение, чем тех спортсменов, которые могут вам хотя бы чем-то ответить. Они от вас зависят полностью, потому что другого способа выжить в этой стране просто нет. Это принципиальная вещь. И, может быть, последнее. Вы знаете, я сам ленинградец. Я очень хорошо помню, как в детстве у нас жил внизу на утюжках ездивший с медалями, так сказать, герой войны Палыч, мы его называли, Палыч. И он все время мне говорил, о, Вовка, ты скоро меня перерастешь, смотри-ка, ну ничего, я тебя догоню. И вдруг этого Палыча не стало. Как не стало еще тысяч других ветеранов войны, инвалидов, которые в одночасти были отправлены на остров Валаам. Для несведущих могу сказать, это скала на севере Ладожского озера, где не то что дорог, там нету тропинок на одном уровне. Понимаете, что важно, так сказать, это отношение страны тогдашней к инвалидам, практически оно не изменилось и сегодня. И если мы хотим, чтобы наши инвалиды блистали, в том числе и на пьедестале, на Олимпийских, так сказать, играх, мы должны прежде всего создать им условия не соревноваться для рекордов, а чтобы они были полноценными людьми. И может быть последнее. Вот сейчас идет скандал по поводу флага, флага, который несли белорусы. Вы знаете, я, может быть, поперек себя скажу в данном случае, как, так сказать, человек за закон, за право, но я с ними. С ними, потому что вот этот парень, который это сделал, он доказал, что мы одно государство. Не только он поддержал тем самым наших инвалидов, он доказал и Минску, и Москве, что мы одно государство, мы один народ, и мы вместе, когда нам трудно. И я с ними. Продолжение следует...